Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Продолжаем раскопки нашей повседневности, и в этот раз мы компаем, ну, не только вглубь, но и как бы в сторону. Потому что мы сегодня бросим взгляд на Россию со стороны. Знакома ли вам этимология слова «немец»? Ведь раньше на Руси все иностранцы назывались немцами. Немец, ну, все, собственно, да, и датчане, и англичане, и, собственно, немцы, германцы именовались немцами. Немец, потому что есть даже два варианта эдемологии. Во-первых, это «не мы», да, это «чужой», «не другой», «не мы». И во-вторых, это «немой», «немой», потому что он не говорит по-русски. Да вот человек, который сидит передо мной, он совершенно в этом смысле не немец, потому что он говорит по-русски. Это, собственно, немец по паспорту, но немец в этом старом русском значении этого слова. Это журналист и социолог Райнхард Крум, руководитель филиала фонда имени Эберта в России, в Москве. Который много лет уже, думаю, сейчас Райнхард даже десятилетие, можно сказать, связан с нашей страной, вообще с постсоветским пространством. В течение последних пяти лет был главой представительства фонда Эберта в Москве. И вот хотелось бы с ним поговорить о том, как Россия выглядит глазами немца, как Москва выглядит глазами немца. Ну, чтобы еще пару слов таких биографических о Райнхарде сказать, скажу, что он родился в Гамбурге, учился в университете в Гамбурге, работал журналистом в журнале «Шпигель», в агентстве ДПА, был в том числе в горячих точках, в Нагорном Карабахе, Чечне, Грузии, работал в Прибалтике. И вот уже больше десяти лет сотрудничает с фондом имени Эберта, занимающимся развитием демократии и гражданского общества в Германии и по всему миру. И в этом качестве он в течение четырех лет был руководителем представительства этого фонда в Узбекистане, и затем в течение пяти лет руководителем этого фонда, представительства этого фонда в России. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Ну, вот, может быть, первый самый вопрос такой же, чтобы разобраться как бы с биографией, с рабочей фонд, собственно, фонд Эберта. Потому что особенно сейчас вот эта вот вся как бы тема, да, с западными посольствами, с западными фондами, собственно, чем он занимается? В чем вы видите миссию этого фонда? В чем вы видели и видите миссию своей деятельности в течение последних пяти лет? Ой, миссия – это ужасное слово. Ну, я понимаю, что есть такое слово. Значит, фонд Эберта существует уже давно, почти, сколько, 85 лет, по-моему, был создан от первого демократически выбрана президент, господин Эберт, чтобы поддерживать учебы, ну, скажем, бедных. Это была первая идея. В Германии. В Германии, да. Во время Третьего Райха, конечно, было все запрещено, и никакой фонд не работал. А после войны еще раз. А задача какая? Первая задача была объяснить немцам, что такое демократия после войны. Это просто внутренняя задача. А в 70-х годах, когда было видно, что модел Германии как-то более-менее работает, были разные просьбы из разных стран. Объяснить, почему так случилось, что Германия после войны как-то более-менее нормально работает, это государство. А после распада Советского Союза были разные другие предложения из России и других стран бывшего Советского Союза объяснить немецкие системы, социальные системы и так далее. Вот это, по-моему, самое главное. Все-таки в этом смысле слово «миссия», наверное, немного уместно, потому что есть некая такая миссионерская деятельность. То есть, грубо говоря, была создана некая работающая модель демократии, которая затем в качестве просвещения преподносится другим странам и континентам. Может быть, у других руководителей такая миссия есть? У меня это нет. Я не думаю, что мы все это хорошо знаем. Может быть, это просто развитие последних лет. Единственное, которое мы можем показать, дискуссия, которая сейчас есть в Германии о разных проблемах. И социальные, и внешние, и даже моральные. Вот это мы можем. А последний ответ у нас уже давно нет. Поэтому миссия для меня не существует. Мне только есть такая задача. Это тоже такое объяснение. Неформальная внешняя политика. Можно мы так объяснить. Гражданская дипломатия. Гражданская дипломатия. Это мне гораздо ближе, чем иметь как эта миссия. Как возникла тема России вообще? Когда впервые появилась мысль о России? У вас это как-то семейно связано? Или какой-то, я не знаю, образ художественный может быть? Ну, не буду сейчас сказать, что всегда Достоевский и Толстой были такие великие. Нет, это неправильно. Они великие, это правильно. Ну, так я не нашел Россию. Нет, другой. Это, наверное, типичная борьба поколения. Отец воевал во время войны в Советском Союзе. На Восточном фронте. В Восточном фронте. Он вокруг Ленинграда лежал. И он все-таки из Восточной Пруссии. Поэтому, как вы знаете, Ленинград это сейчас часть России. И для него это был огромный удар. То есть он жил в Восточной Пруссии. Он был из всех, кто был изгнан из Восточной Пруссии. Ленинграда, да, из Кейсберга, безусловно. И поскольку он потерял довольно много, для его Советский Союз, Россия, это был ужас. Ужас. И я когда-то увидел в университете случайно такой бумажка. Хотите ли вы, уважаемые студенты, в Гамбурге учиться в России или в Советском Союзе? Гамбург и Санкт-Петербург, они дружественные города. И сразу думаю, ну, молодец, я попробую. Мне объяснили, ну, просто так не получится, надо узнать язык. Вот начало. То есть конфликт отцов и детей, так может быть, против семейного такого антисоветского сантимента? Можно так сказать. Есть, конечно, разные причины. Это только одна, другая, что, безусловно, Советский Союз была закрыта для нас в Западе. Это было очень далеко, холодная война. Поэтому, наверное, было желание смотреть все-таки, а что такое Советский Союз? Ну, не может быть, что в мире есть только одно хорошее общество, а другие просто ужас. Ну, не может быть. Хочется узнать, что там происходит. То есть какую-то альтернативу посмотреть вот этому вот пути. А какой-то художественный образ российский. Вот я вспоминаю, у меня есть, наверное, тоже хорошо знакомый советолог, русолог, вообще политолог, известный немецкий Клаус Зегберс. И он вспоминал, что для него таким первичным толчком был фильм «Доктор Живаго». И вот там была совершенно прекрасная Лара, и вот, так сказать, вот эта Лара стал одним образом России, которую затем он начал изучать. Для меня, честное слово, не знаю. Какой-то фильм, может быть, который произвел сильное впечатление, роман. Я когда-то работал как фотограф, и в России так я начинал, и снимки Родченко были интересны, поскольку они по-образам очень похожи на пропаганду Третьего Рейха. И это для меня было как-то интересно, во-первых. Во-вторых, были другие фотографы, которые снимали во время 50-х, 60-х годов, Катей Брессон, известный французский фотограф. И такие фотографии, кстати, они были веселые. Вообще не входит в общем понимание тогда, что здесь все печально, как-то разрушено. А такие снимки другие, непонятные. Я тоже думаю, ну как же так? То есть, опять-таки, другая альтернативная реальность. И вот в целом, глядя сейчас на вот те десятилетия, которые, ну я думаю, позволено, да, здесь в эфире ты сказать, мы уже давно давно знаем, да, те десятилетия, которые ты связан с нашим пространством, Россия по-прежнему остается такой же альтернативной, как тогда в тех фотографиях Родченко или вот Картей Брессона, когда он фотографировал в Советском Союзе? Я думаю, что в общем нет, потому что, что было в Советском Союзе, ни коммерции и так далее, уже не в таком степени, чтобы сказать, Россия это альтернатива. Меняется сильно образ жизни в России. Но все-таки для немцев, наверное, и для меня, все-таки образ жизни здесь другая, чем в Гармании. Во-первых, здесь все-таки не важно, если завтра я, мне завтра будет встреча девять часов, ну пусть девять пятнадцать, пусть девять тридцать, это не так важно. Самое важное, что мы встретимся, каким образом я, конечно, говорю, вот это одно, значит нет такой, через два дня, через два года я буду здесь, нет, здесь немножко по-другому. И причин много, об этом, наверное, будем потом поговорить. Нету планирования такого жесткого. Нету планирования, мы живем сейчас, а для немцев, или для немцев совсем по-другому. Вот это одно. Вот об этом мы еще поговорим. Но вот здесь хотел бы вот за что зацепиться, действительно, что пропало некое... То есть что такое был Советский Союз в 20 веке, да? Это была одна некая громадная альтернатива. Я вот вспоминаю, часто я ездил с лекциями в разные страны, скажем, такие различные страны, как и в чем-то похожие, как Мексика и Индия. И вот там, общаясь с местной интеллигенцией, она, как правило, левая, я наталкивался на неожиданно такой гневный вопрос. Куда пропала альтернатива? Почему мы шли в коммунистические партии? Потому что весь 20 век Советский Союз давал какую-то альтернативу вот этой вот машине глобальной цивилизации. И что случилось, вы прошали, а не меня, в 90-е, в нулевые годы. Альтернатива пропала, вы еще одна часть большого буржуазного жирного проекта. Это, безусловно, так. И не забывай, что в Германии были две Германии, ГДР и ФРГ. ГДР для ФРГ, для нисколько людей, тоже была, в принципе, какая-то альтернатива. Мы поняли, что под руководством Хонекера никакие новые движения не будет, но все-таки, в принципе, есть такая альтернатива. Не обязательно, что у нас, в Америке и так далее. И Советский Союз, тем более. Ну, это было в 20-х годах, помнишь, разные немецкие, значит, писатели и другие. Для них это была мечта. Советский Союз, это было светлое будущее. Потом Сталин, мы это все знаем. А даже в 80-х годах все-таки были надежды, что от этого что-то следует. Потом Горбачев. Вдруг изменения. Мы не знали куда, но, очевидно, довольно молодой политик говорит нормально, имеет какие-то идеи, а может быть тогда что-то нового будет. Надежда была огромная. Я когда-то, как раз, начинал учить русский язык, и желание учиться русский язык было огромное. Много людей. После три года спад уже. Поняли, что нет, наверное. И кроме того, конечно, Соединение Германии и так далее. Непонятно, куда Россия. Но тоже, наверное, другое. А сейчас, насколько популярна, скажем, российская тема, желание учить русский в Германии? По-моему, довольно низко. Спадает. То есть пик был, приходится, пришелся на что, на 80-е и 90-е? Это был пик. Во время Ельцина что-то было, но довольно много поняли, что... Они не поняли, думали, это бардак и непонятно куда. Да, Путин, как вы знаете, не очень популярна в Германии. Во время Медведева что-то еще было, но это, конечно, не в академическом цикле, потому что это только четыре года. Ну, и так скажем, такая... Есть, конечно, противоположное развитие, это немецкий бизнес в России. Здесь довольно успешно, довольно много компаний, и они, конечно, ищут людей, чтобы устраивать карьеру в России. Ну, это чистый прагматизм такой. Согласен, согласен. Мне кажется, что с Германией связано, опять-таки, об этом еще хотелось попозже поговорить, очень сильная такая прагматизация подхода к России. Согласен, я думаю, это так. Никаких интересов, только бизнес. Если говорить об интересах, об идентичности, вот как раз недавно мы с фондом Эберта, с Рейнхардом, книжку выпустили о проблемах идентичности российской, европейской, и то, как немцы смотрят на Россию, Россия смотрит на немцев. И все-таки еще раз это хотелось бы обсудить. Это Аденару, по-моему, однажды сказал, Азия стоит на Эльбе. Вот с этой такой большой цивилизационной точки зрения, ты был пять лет в Ташкенте, пять лет в Москве, я понимаю, конечно, что Москва не Ташкент. Но вот с точки зрения Запада, Россия все-таки более восточная или западная страна? Нет однозначный ответ. Если немец или другой иностранец прилетает в Москву, он, наверное, считает, ну, самый большой город в Европе. Если он летает дальше, Новосибирск, тоже европейский город, может быть, не очень красиво, но европейский город, такие города у нас есть в бывшем ГДР. Летает дальше, Камчатка, ну, выглядит как-то похож. Это не Азия, это Европа. Это первый взгляд. А второй взгляд, тогда человек будет жить и в Камчатке, и в Благовещенске, и так далее. Она, наверное, понимает, нет, это все-таки не совсем Европа. Это немножечко по-другому, как мы поговорим, как мы работаем вместе, и так далее, и так далее. Это слышу я довольно часто. Я тоже очень много езжу. Я был как раз в Камчатке год назад. Не знаю. Здесь, знаешь, вот очень такое замечание, очень едкое, так у него есть очень хлесткие, достаточно русофобские, ну, что делать, идею у Андрона Кончаловского. Он говорит, что проблема русских в том, что мы белые. Человек прилетает западный в аэропорт, выходит, и кругом вроде белые лица. И он думает, что он в Европе оказался. Потому что, когда он прилетает в Бангладеш, он понимает сразу, как бы, по точке, да, вот он в третьем мире. Вот это вот определенные, соответственно, социальные, политические структуры. А тут вот эта вот обманчивость белых лиц, которые он видит в аэропорту. Вот это я слышал тоже от другого, от Никонова, политолога, который мы все знаем, он тоже так сказал. И действительно, я не забыл, что он сказал, и, наверное, что-то есть. Но не забывай, русские сейчас в Западном Европе. Германии довольно много. Последние пять раз, когда вот Германия, первый разговор на русском. Как воспринимаются русские в Германии? То есть, двойной вопрос. С одной стороны, вот эти аузейдла, которые приехали, ведь они же могут быть вообще и евреи, и немцы из Казахстана, и все равно они все подходят под грифом русский. Ну и плюс вот новые сейчас и туристы, и, так сказать, и богатые русские, которые приехали. Тоже очень по-разному, я считаю. Русские немцы, это особенная группа, потому что они еще чувствуют себя как немцы, которые уже сегодня в Германии не существуют. И нам сложно понять их немецкую идентичность. Это уже не западная немецкая идентичность. Поэтому одну сторону нормально, другую сторону как-то осторожности. Есть другие, и у меня в Регенспурге несколько студентов, у них сейчас приблизительно 20 лет, 25, они и по-русски, и по-немецки по-не свободно, они не чувствуют себя или русские, или немцы, или как-то оба. Это интересная группа, потому что действительно это очень интересный мост между Германией и Россией, и нет таких клишеев у них. Не по-немецки, не по-русски, это действительно какой-то цвиттер, какой-то мост. Это новое поколение. У них нет комплексов по поводу быть русским или немцем. Они по-не свободно, очень уверенные. Вот это интересно, это что-то новое. Но старое поколение не очень вписалось, как я понимаю, живут довольно компактно, особенно как бы чем, ну так скажем, проще люди, ниже образовательный уровень, чем больше вот эти вот такие комьюнити, да? Им, по-моему, очень сложно, потому что немало из них, у них была хорошая профессия в Советском Союзе, в России, и приехали, и думали, наверное, все немцы просто ждали их. Ну, не так было. Не так. И для многих немцев вообще не было понятно, почему такая политика Германии была. Зачем люди, которые когда-то уехали из Германии, живут нормально или не очень нормально где-нибудь в Советском Союзе, и при Вольже, в Казахстане, зачем они хотят жить в Германии? Непонятно. А вообще в самой Германии вот сейчас отношение к русским, отношение, так скажем, к Советскому Союзу на Востоке и Западе разнится? Вот есть ли в ГДР, в бывшем ГДР, в восточных землях некая ностальгия по Советскому Союзу? Очень интересный вопрос. Остальгия, да? Остальгия, да. Когда я езжу куда-нибудь в Россию, все думают, что я из Восточной Германии. По-другому не может быть, потому что западный немец, зачем ему надо Россию? Хотя они забывают, что довольно, скажем так, немало людей из Восточной Германии, они очень не уважают Россию, потому что это была политика, ты должен уважать Россию, они сказали, зачем мне это надо. Для западных совсем по-другому, они наивные, они считают, ну сейчас Россия совсем другая страна, давайте учимся русский язык. Раньше, нет, извините, пожалуйста, сегодня я вижу довольно много восточных немцев, которые участвуют или принимают решения в бизнесе. И у них есть такая ностальгия, Советский Союз, ой, это было так хорошо, к сожалению, Горбачев, как-то близко. И с таким мыслью, они похожи на многих русских, по-моему, бизнесменов. По образу мышления. Да. И, кстати, они ближе, чем ко мне, например, потому что они смотрели совсем другое телевидение, которое я никогда не видел, а советские телевидения, восточные, немецкие телевидения, они были, конечно, похожи, сериалы и так далее, у нас такие не были. Поэтому сегодня образ России, как образ другого, немножко изменились, по-моему, это тоже результат, по-моему, нашего исследования. Нет такой, я извиняюсь, но нет такой эксотики в смысле, что мы ничего не знаем о России, давайте узнаем. К сожалению, не знаю, почему так, престиж или имидж России в Гармане вообще не очень. В последнее время? Да, в последнее время. Хотя и там есть разные мнения, но в основном, если кто-то говорит, а ты куда на отпуск? Испания, понятно, Россию, ты что? Чему? А почему? Что вопрос, что как бы некое захолустье или опасность? Это все вместе, это опасность, это плохая погода, это ужасные брюк радио, а что вообще, там что-то есть смотреть? А что там, руины или что? Ну да, понятно, что как бы если человек едет в отпуск, ну там очевидная страна третьего мира, там, не знаю, куда-нибудь в Латинскую Америку. Ясно, что там какие-нибудь развалины, майя, ацтеки, древняя история, которая может быть подана. Или хорошее, значит, блюдо, или комфортный поезд. Имидж в России это все нет. И каждый человек, который приезжает, который я знаю, друзей и так далее, они как-то, ну я не могу сказать в восторге, но они говорят, а это мы вообще не ожидали. Нормальная страна. Ну, а это уже после, те, которые съездили, невзирая на плохой имидж. Да, да. Это, в принципе, ничего нового, по-моему, все слушатели-то знают. Все-таки это интересно. Я, если я могу, коротко, всегда подумаю, как можно объяснить это все. И мне такой тезис, двойная Россия, по-моему, уже об этом немножко разговаривали. Двойная Россия, это внутренняя Россия, здесь, по-моему, разные реальности, два в основном. А и в Западе, и в Германии есть такая двойная Россия. Россия государственная, которая для немцев какой-то ужас, хотя они мало знают, но все-таки, наверное, что-то неправильно. Другой, это человек русский. Это человек с душой, очень приятно, и хочется с ним поговорить. Но есть такой внутренний конфликт, много немцев, а почему такой хороший русский человек ничего не сделает против такого плохого государства? Почему нет? Интересно, почему как раз немцы подумают по этому поводу, потому что немцы ничего не сделают против ужасного государства, как мы все знаем. В свое время, да. Нет, мы такие герои. Нет. Героин нет. Все-таки, по-моему, это такой конфликт неудобная. Такая некая шизофреническая раздвоенность. То есть, с одной стороны, жирный, нефтяной такой бюрократический монстр, с другой стороны, прекрасные русские люди, Тарковский, Достоевский, русская душа. И как это все сочетать? Сложно понять, и всегда начинается та критика. А почему они ничего не сделают? Есть такое, по-моему, непонятие. Потому что все-таки мы сейчас не в 12 веке, Достоевский и так далее, или начало 20 веке. Мы в 21 веке. Это какой-то анахронизм в каком-то смысле. Да. И это, конечно, тоже касается Россия-Азия или Европа или Евразия. Это к вопросу вот о том, это тоже вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Вот антропологи говорят, что есть два типа наций, которые, столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами, а, меняют обстоятельства, и б, меняются сами. Вот американцы, грубо говоря, меняют и англосаксонская цивилизация, и она меняет обстоятельства вокруг себя. Россия, она вот, больше люди меняются сами там, ну, пить начинают. Или, например, пишут великую литературу. Или, так сказать, Facebook все вот пишут. Это внутренние изменения, но не изменения внешней среды. Вот, такое более созерцательное. И это как раз к вопросу о том, Россия, Европа или Азия. Может быть, Европа это некий такой фаустовский идеал, да, человек действия, человек изменения. А Россия более такой буддийский. Хотя, если вы смотрите на немцев, они тоже не так сильно меняли обстоятельства во время Третьего рейха или во время Ваймарской республики. Были попытки, ну, не больше. Их поменяли. Вот, кстати, очень интересно вышли на эту тему. Сейчас поговорим и о Ваймарской республике, и о Третьем рейхе. Вот сейчас, мне кажется, снова и снова все чаще вспоминается вот это старое, то, что еще в 90-е. Помнишь, очень много говорили, что вот Россия после распада Советского Союза будет комплекс Ваймарской республики. Янов об этом, например, много писал. Потом, вроде как, история пошла дальше, так сказать, у нас не случилось коммунистического, националистического реванша, фашизм не пришел, не прошел. Но вот сейчас, мне кажется, вот сейчас на третьем сроке Путина снова встают какие-то темы Ваймара и темы вот этой вот обиженной России, которая на 9 мая. Вот это то, что, я не знаю, у нас там новый министр культуры, который говорит, что вот русских обижают, что они на деле лучше. Вот не кажется ли тебе, что вот этот Ваймарский комплекс, он все-таки не изжит еще в России? Может быть, хотя это уже как-то поздно, потому что обида во время 90-х годов, я думаю, в каком-то смысле такие были, безусловно. Помнишь, было такое высказывание известного журналиста New York Times, Майкл Фридмен, по-моему, он сказал. Типа, значит, мы хотим, что Россия действует как Россия, а мы смотрим в сторону России как Советский Союз. Вот такое щит суверения есть, и я думаю, что там есть. А если сегодня, я тоже слышу довольно часто, что Россия еще в обиде, тогда такой, может быть, неправильный вопрос, но сколько можно? Россия большая страна, мощная, в принципе, ну, я думаю, что не надо. Слава богу, Латвия не враг номер один больше. Ну, давайте работаем. Ну да, у нас, к сожалению, такое вот как бы, я вот вспоминаю нашу историю, у нас всегда были большие соперники. У нас Франция, Германия, большое соперничество. А сейчас как-то наши главные враги Латвия, Грузия. Вот, собственно, какое время такое, какой режим такие соперники. И можно еще сказать, почему вот обида, мы как-то, нам больше, ну, это, наверное, не корректно, но нам как-то больше не интересно. Давайте, мы ожидаем от России сейчас, если мы, может быть, потом или сейчас говорим о большом политике, мы ожидаем от России инициатива и так далее. Нет времени сейчас сказать, ой, не хочу, потому что вы когда-то и так далее. Давайте вот не надо. Я думаю, у многих немецких политиков такое отношение. Давайте работаем. И довольно часто, поскольку это дело фонда Эпота, мы устраиваем такие мероприятия, конференции и так далее, все-таки довольно часто еще мы хотим, но вы не уважаете нас. Ну, уважаем, я думаю, да. Давайте работаем вместе. Вот это да, какой-то у нас есть комплекс такой, я не знаю, то ли это комплекс молодой еще нации несостоявшейся, которая вот вышла из Советского Союза и до сих пор не может эту родовую травму преодолеть. Вот это вот комплекс ущемленного национального достоинства, которого даже, я не знаю, у многих более молодых таких демократий стран Восточной Европы, они его, кажется, уже даже преодолевают. Но вот у нас это постоянно воспроизводится, или как, например, сейчас наш МИД начинает по поводу прав человека учить Европейский Союз, что вот вы нам не указываете, а вот давайте мы вам расскажем про нарушение прав человека в ЕС. Хотя в этом же как-то что-то понимаю, я думаю, если еще есть такие европейские политики, которые постоянно здесь приезжают, говорят, а мы так, ну ладно, значит, учиться друг друга, я думаю, что не надо. Да, если есть хороший пример и с удовольствием, а просто сказать, мы по дефиниционе есть последний ответ, ну сегодня просто нет такие ответы, ну нету. Напомню, что у нас в гостях политолог, руководитель филиала фонда имени Эберта в Москве Райнхард Крум, а мы уходим на небольшую паузу. И снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергея Медведева. И мы говорим сегодня с Райнхардом Крумом, политологом, руководителем филиала фонда имени Эберта в Российской Федерации в Москве. Человек, который не первое десятилетие связан с Россией, пять лет последних проработал руководителем представительства фонда в Москве. И вот мы смотрим сейчас на Россию глазами немца. Такой немножко может быть сложный вопрос, некая двойная оптика. Ведь, вы знаете, даже вспоминаю я свое детство, собственно, с чем приходит Германия. А приходит она вот с этим «Хэндехох», «Нихтшысен», «Аусвайс», «Полицай». Вот это вот то, что у нас был впитан, этот огромный комплекс войны. Весь этот тематический парк, то, что называется, вот этих вот понятий, связанных с войной. Насколько в Германии Россия воспринимается через вот эти вот генетические родовые воспоминания о войне? Я думаю, что у нас был такой опрос в нашем исследовании. 35% говорит, да, через Вторую мировую войну это так, а 32% говорит, да, вообще, наверное, так. Значит, 67% в принципе как-то связаны с Россией с этой войной. Это до сих пор так. Хотя у нас воспоминания о войне, как в России, конечно, нет. Причина довольно понятна, потому что мы проиграли войну, и не только проиграли, а мы считаем, что это был вообще ужас. Мы попробуем узнать, почему так случилось до сих пор. Другие страны, наверное, считают, что мы совсем сумасшедшие. А что касается России, мы тоже хотим узнать, что случилось в России в это же время, в 30-х годах. Потому что понятие, что здесь не совсем была справедливая руководство, скажем, мягко, нам это чрезвычайно интересно. И интересно, поскольку мы хотим понять, как мы должны смотреть сегодня на Россию. А наше понятие, корень этого лежит, наверное, в 20-30-х годах. Если мы еще немножко ходим в истории, вопрос о 17-й год, это было закономерно или нет? Были другие возможности? Мы забыли об этом немножко изучать эту историю, а сейчас есть такое... Ну, мы еще смотрим на это. Ну да, ведь параллельность нашего развития, я думаю, до сих пор в Германии об этом думают, то, что происходило. Ведь как же Россия и Германия и Европа друг друга нашли в 22-м году? И, собственно, параллельность развития двух стран, которые поздно начали свою индустриализацию, да, у нас при реформе Александра в Германии при Бисмарке. То есть это две таких поздно стартовавшие окраины капиталистического мира, да, вот, юнкерская Пруссия и помещичья Россия. И затем, значит, прошли через эту мясорубку Первой мировой войны, и после Первой мировой войны оказались такие две страны-изгоя в европейской системе. Да, и это еще такая причина, почему нам очень чрезвычайно интерес понять рост коммунизма, персона Сталина, довольно много такие двойные биографии Гитлера и Сталин. То есть проводятся вот эти параллели Гитлера и Сталина. Да, я знаю, что в 60-х, 70-х годах был запрет, ну, не официально, просто такой муральный или научный запрет, не надо тот латериализм, значит, Сталинизм и что происходило в Германии, другие вещи, потому что, ну, причины понятные. Ну, все-таки интересно, почему параллельно это было на самом деле, не было в Англии, не было в Америке, почему в России и в том числе и в Германии. Вот это не могу сказать, что нам беспокоит, но если, например, у журнала «Шпиль» есть обложка с Сталином или с верхушкой, это во время Сталин в основном известный тогда, продается очень хорошо. Ну, не поскольку мы считаем, что он великий, безусловно, а потому что, ага, мы что-то узнаем. Через свой опыт, вот это вот зеркало, двойное зеркало, мы должны смотреться в зеркало нацизма и вы в зеркало сталинизма. И нет такой, это обвинение было всегда, значит, немцы попробуют доказать, что Сталин был тоже плохой, и поэтому мы немцы не такие плохие. Ну да, оправдаться немножко. Об этом не речь, об этом не речь. Я уверен, что есть такие, но в основном это не так. Просто такие параллели, ну, не так часто бывают. А почему у тебя, у самого, как у историка, политолога, есть какие-то гипотезы? Почему вот такой вот невероятный параллелизм развития? Ну, который затем, естественно, уже после Второй мировой войны идет в разные стороны. Я думаю, что ты уже отдал ответ. Мы поздно, мы оба опаздывали, в принципе. Поздняя запоздалая модернизация. Было все занято, если можно так сказать. Была Франция, Великобритания, потом Америка, в меньшей степени, конечно. А Германия всегда считала, нам должно быть достойное место. Не было. И у России как-то тоже не совсем. И поэтому, может быть, действительно, может быть, поэтому Веймарская республика была очень такая слабая. И Германия, как нация, не была такой, нет такой хорошей корни, как сегодня. Эти корни эти появились уже в послевоенный период в таких достаточно парниковых условиях оккупации. Я думаю, да. Это был такой переворот в истории Германии, который никогда не было. И поэтому так случилось. Но тоже надо сказать, что это не пример для других. Это было такое обстоятельство всей страны, которые выиграли войну, все-таки поддерживали нас после этого. Сильно. План Маршал и так далее. План Маршал, да. И нет было такой мурального стремления нам доказать постоянно, что вы, немцы, ниже, чем другие. Не было. Удивительно. Были, конечно, экономические интересы и так далее. Мы попали в хорошем месте, в хорошее время. Повторить это невозможно. Но и при этом внутри, в самой Германии, произошел очень сильный, я бы сказал в каком-то смысле, авторитарный опыт переосмысления прошлого, да? Да. Но здесь надо не забывать, что это не было сразу после 1945 года. Это миф. Если кто-то думает, и довольно много немцев так и думает, что после... То есть сразу пришли и сказали «не вида», то есть никогда больше. Да, никак. Были исследования, были американские социологи в 1947-1948 году, если не ошибаюсь, были опросы, а кто тогда был для немцев самый важный политик, самый успешный Гитлер. Американцы были в шоке. И в основном Германии говорят, что демократизированные Германии только появились в 70-х годах, в 75-м году, в 76-м, в 77-м году. То есть 30 лет на такую глубинную деноцификацию сознания. Так, может быть, и в нашем случае вот такая вот, возможно, десталинизация нашего сознания должно 30 лет пройти после распада Совета? 20 лет прошло. Сложно сказать, потому что сегодня обстоятельства совсем другие. Совсем другие, да. Другие СМИ, другое общество открыто и так далее. Я знаю такие параллели, я даже, у меня такой пример, который я всегда скажу, это связано с Шпиглем в 62-м году, да, 17 лет после распада или просто развала Третьего Рейха. Был такой случай, что журнал Шпигль писал статью, что немецкая, значит, Бундесвей не готов к оборону. И тогда были обвинения, что это секретный материал, и арестовали главный редактор и так далее, и так далее. И было ощущение, вот такие ужасные журналисты, и все правильно. А результат совсем другой, потому что суд показал, что это неправильно. Был освобожден главный редактор, а министр обороны подал восставку. Это была сенсация. И до сих пор это пример, если что-то неправильно с нашим судем или политикой, Афера Шпигля, до сих пор. Я, может быть, неправильно, но я считаю, одно такое случай в России, что суд говорит, нет, это не так, уважаемый господин, не знаю, политик. Так нельзя. Один такой случай, что есть уверенность, все-таки суд выше. Ну, пример независимого суда, пример правового государства. Потому что никто не ожидал, что господин Аугштайн тогда издал главный редактор, что он будет освобожден. Никто. И повторяю, удивительно просто, до сих пор довольно часто воспоминается вот эта афера. В России, в нынешней, возможно ли эволюция в сторону фашизма, национализма, учитывая, что у нас не было подобной переработки травмы, переработки собственного тоталитарного прошлого? Вот с точки зрения политолога, наблюдателя твоей. Вот это очень сложный вопрос. Я знаю, что люди, как Лидия Шевцова и другие, боятся этого. Вот очень неплохая была буквально на днях Александра Морозова статья, опубликованная в Open Space. То же самое, вот он видит в третьем путинском сроке, как раз формирование некого такого контура патриотически-государственнического, державного, с культурой победы, с культурой, с триумфом воли, с православием таким триумфальным. И вот сейчас, к 2012 году, оформляется некий такой интеллектуальный контур, внутри которого может зародиться очень сильная фашистская... Смотри, ведь Россия такое же корпоративное государство, как Германия при Гитлере. Фактически мы живем при власти сильных корпораций, оформленных большим тоталитарным вертикальным государством. Вот известна в России такая идея, что самый важный, самый главный реформатор – это государство. Государство говорит, вы знаете, если не мы, тогда такие фашисты и так далее. Хотите это, не хотите. Поэтому мы управляем страну, как мы сейчас и сделаем. Это не совсем ответ на вопрос, но мне просто... Я не могу представить, что будет такой национализм в России по простой причине, как я уже сказал, здесь другое общество. Это не общество в 30-40-х годах. Здесь довольно много открытых. Я не могу представить, что такой идеология, как национализм, фашизм растет в России. Это сейчас действительно не академический ответ. У меня просто нет... То есть, в силу плюрализма нашего, да, такой внутренней открытости и мультикультурности общества. Да, да. Потому что на самом деле, как здесь живет разные народы вместе в России, до сих пор, если не ошибаюсь, нет таких гетто, как, например, других стран Западной Европы. Все-таки глубинные корни этого. Русский вперед или Россия для русских, видите, во время так называемых воров не были такой сильной поддержки. Ну да. Да. Становится почти уже социал-демократическая партия, а на правой флангу ноль. То есть, они нише не заполнены, и появись там харизматичный лидер. Действительно, это наша история, до сих пор, слава Богу, уроки нашей истории еще действуют. Вакцина, у вас же сильная вакцина, по-моему, вот эта, где нацификация, где фашизация. Безусловно, ну я не исключаю, что через поколение или как-то это уже не так сильно, как сегодня. У меня нет такой ощущения, что Германия иммун против такого движения. Не знаю. Понятно. Как немцы смотрят на Путина? Кто он для немцев? Такой, я думаю, здесь, наверное, большой довольно контраст с Ельцином. Ельцин такой, типичная русская медвежья фигура, а вот на его фоне Путин как выглядит? Верен и верен. Я думаю, что после распада Советского Союза для Германии это было, конечно, огромное облегчение. И мы думали, что с Ельцином становится такой нормальная, хорошая, даже сильная Россия. Вначале. Когда он стоял на танке и так далее. Что происходило с Путиным? Сложно сказать. Первый период до 2004 года, я думаю, что в основном немцы считали правильно. И не забывай, что немцы всегда за стабильность и порядок и так далее. Это есть. И поэтому первый период Путина был, по-моему, мы считали это довольно нормально, хорошо, поддерживаем. Второе – это уже другое дело. И сейчас, что произошла, рокировка, это для нас непонятно. Нет ли при этом в Германии некой такой зачарованности Путинам? Есть. Потому что я, например, не вижу, ну, в целом вообще на Западе, вот сейчас очень сильно такой обозначился контраст между протестным движением, которое нарастает в России, вот, и таким молчанием ягнят. В общем-то, молчанием Запада. И что это, вот этот прагматизм немцев, то, что когда госпожа Меркель там ездит в Россию, за ней шлейф корпораций, и Рургаз там, и ООН, и Сименс, и Нордстрим. Вот. Я думаю, что для нас совсем непонятно, почему в России почти 20 лет после распада Советского Союза нет пуль хороших политиков. Непонятно, почему один человек, который уже возглавлял два года страны, еще должен, поскольку мы прекрасно понимаем, что... Два срока. Да, два срока. Мы не понимаем, мы понимаем, что, конечно, работа президента Российской Федерации очень сладкая, а почему еще раз, плюс еще 4 года быть премиум-министром? Вот это непонятно. На галерах, ну как же, взвалил тяжелую ношу, как краб на галерах. Я вырос, когда довольно долго возглавлял страну господин Коль, и для всех нам было так надоело. Он был у нас 16 лет, и были очень много ошибок. Конечно, для Запада и для Востока, наверное, он человек, господин Европой, он действительно делал много вещей неплохо, но все-таки 16 лет. Это очень неприятно, и нет, это, наверное, фонд Эппета, который сейчас говорит, нет развития, если всегда одна команда. Ну не может быть. Даже если человек хочет и очень способен, это все понятно. Это еще раз, наверное, аргумент, самый главный реформат это государство. А для немцев, если мы слышим такие слова, у нас есть опыт, даже Бисма критикует сильно такой человек. Мы уверены, что общество все-таки в состоянии выбрать нормальный человек. Здесь, в России, к сожалению, наверное, нет такой исторический опыт, нет такой герой. Горбачев сложновато, Ельцин тоже сложновато, нет такой герой. У нас, кстати, тоже не так много. Во время Веймарской республики каждые 2-3 месяца новое правительство тоже было не шикарно. И развитие Германии после войны тоже не такое однозначное. Но все-таки еще раз быть на месте, и вот такая рокировка с Медведевым, это был, по-моему, удар. Чтобы ответить твой вопрос, ну что сделает Россия большая страна, для нас очень важный астрологический партнер, поэтому есть такие переговоры. А есть вот эта вот зависимость, она ощущается, в том числе и на уровне общества, то, что вот в России есть определенная уверенность, никуда они не денутся, будут покупать наш газ. Вот сейчас мы этот Nord Stream проложили. В общем-то, что все равно и Германия, и ЕС шире поставлены в определенные рамки. И у России развязаны руки. Нет, я не думаю. Хотя действительно мы получаем многое из России, но нет такой ощущения. Нет. Но при этом все-таки, наверное, сильное влияние корпоративной культуры и, так сказать, то, что немецкий бизнес делает в России, ведь я считаю, это наиболее успешный вообще из всего западного бизнеса. Я просто думаю, сколько рейсов в Люфтганзе летает в Россию, это фантастика. Там рейсов, наверное, 50-60 в день, ведь во все города России. Вот здесь очень интересно. Наверное, Германия единственная страна, где есть очень разные подходы к России. Первое, это, наверное, кооперативная, все в порядке в России. Все супер. Недавно я был в одном конференции в Германии. Здесь правовое государство, здесь все в порядке. Это одно. Второе, ужас, что происходит в России. Это просто ужас и надо как-то что-то сделать, что так не продолжается и не обязательно встретиться с президентом и так далее. Это второе. Третье, это такой реал-политик. Мы прекрасно оба стороны, но как-то надо владеть отношения, работать вместе с Россией. Я, вот такой третий подход, это мой подход, если мы поговорим о политике. И потому что здесь интересно. И здесь подход реальная политика, и есть подход моральная политика. И здесь тоже огромный спор Германии. Немецкая внешняя политика должна быть моральная политика или политика интересов. В принципе, после войны, 70-80-х годов, ясно, должно быть моральная внешняя политика. А после соединения Германия смотрит немножко по-другому на такие вещи. Не моральная, а реальная политика. Ну да, более-более прагматичная. Я сейчас вспоминаю, мы тоже как раз обсуждали это в этой студии. Фильм Ходорковский и Кирилла Туши, немецкого режиссера русского происхождения. Вот там очень такое показательное интервью Ёшки Фишера, который говорит о том, почему Германия не отреагировала на казус Ходорковского. Вот он говорит, что есть ценности и есть интересы. Но вы же понимаете, мы же взрослые люди. Все всё понимают. Рейнхер, у нас буквально несколько минут остаётся в эфире. Жалко. По твоей жизни в Москве. Что для тебя Москва? Она похожа на какой-то немецкий город? Нет, такой немецкий город у нас нет. Берлин нет? Вот у меня иногда в Берлине такое похожее чувство. Нет, Берлин такой. Там всё очень медленно по сравнению с Москвой. Я жил два года в Нью-Йорке в 80-х годах, и мне очень понравилось. У меня всегда было такое чувство, я живу, где я должен жить. Нет у меня желания жить в другом городе. Вот интересная энергия, всё так меняется, двигается. В Москве сейчас на меня то же самое. Я уже живу здесь 7, впереди в 5-12 лет. Черезвечайно интересно. Не угнетает? Не устаёшь от этого движения? Бывает. Что я думаю, зачем я вообще здесь живу? Бывает, когда я в таком маленьком городе, как Регенсбурге, или так, баварский такой город. Это просто отдых. А после два дня уже как-то не хочется там. Здесь, я знаю, пробки и так далее, всё понятно, но здесь очень много интеллектуальные споры. Здесь разные впечатления, разные подходы, сумасшедшие, которые здесь просто, понимаешь, здесь дискуссии, которые уже в Германии нет. Потому что есть такой общий фундамент понятия, темы. Здесь нет. Бывает, что я выступаю перед студентом, такие вопросы, которые в Германии вообще невозможно. Я не скажу, что это плохо или хорошо, хотя, в принципе, это хорошо для меня. Здесь просто очень такие открытые вопросы. Нет такой общественный договор, можно сказать, нельзя. Здесь всё возможно. Да, вот это я тоже почувствовал, долго это достаточно время прожив на Западе и затем вернувшись в Россию, что здесь, как я для себя это определяю, реальность более пластична. Её гораздо, она более гибкая, её можно более лепить, эту реальность, формировать вокруг себя. И подвижность мыслительных структур, ментальных структур у людей гораздо выше. И здесь нет такой конструкт, значит, есть какое научное понимание, какая-то тема, и поэтому это уже коридор. Здесь коридор нет. Налево, направо, наверх, вниз. Всё возможно. Это мешает, бывает, что, а почему вы об этом ещё говорите, это уже понятно, что это не так. Но бывают другие подходы, которые выглядят в первом взгляде как-то очень странно, а на втором, да, а почему действительно не поговорим по этому поводу? Здесь это ещё есть. В Германии сложновато, не знаю, нет такое пространство, как в Москве или в Новосибирске, Боже мой, в Питере или где-нибудь. Самое большое отличие для немца, что вот отсутствие этого орденга, порядка, неупорядоченность нашей действительности. Здесь, может быть, я уже похож на русского человека, я читаю, что здесь есть какая-то свобода, которой в западных странах уже нет. В смысле, ну, немножко что объяснил, всегда можно найти какой-то компромисс или можно найти какое-то решение. Если есть в гармонии немецкие «нет», «найн» и «всё». Если вы спрашиваете, а почему, зачем, давайте, либо такой ответ, ну, я исполнитель, я ничего не могу сделать, или так и есть, но нет такой гибкости, которая имеет и, конечно, неположительное... Ну, обратно, это коррупция, обратно, так сказать, обратная сторона этого. Да, об этом сейчас не говорю, что я даю деньги, никогда не даю деньги. Нет, если мы говорим с человеком, давайте так и так, ну, давайте сделаем так. Вот нет такой гибкости в Германии. Да, и тебе это нравится. Мне это нравится, да, потому что это по-человеческому. Я понимаю, что, может быть, какой-то систем не так хорошо работает, но для человека, я считаю, всё-таки это такой плюс. И здесь такой свобода, по-моему, не даёт государство, а это всё-таки успех общества. Они... Есть такой грант. Государство может вмешиваться, а на следующий шаг уже нет. И государство говорит... Я понимаю, если эта рамка всё-таки не такой огромный, если человек вмешивается в политику, это сразу жёсткий мир, я понимаю. И это минус, огромный. Я не скажу, что Россия и политика России такой мечта. Нет, но есть такое пространство в обществе, которое в Германии не существует. Ну да, пространство свободное, но как бы это некий зазор между официальными институтами и неформальными практиками. И неформальные практики... И от этого следуют очень интересные переговоры. Может быть, даже искусство, театр как-то... Может быть, это не для всех. Может быть, я почти как сноб, хотя не сноб. Но вот это интересно. И это вообще неизвестно, по-моему, в Западе. Ну что ж, наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу. Но здесь, мне кажется, вышли мы под конец нам очень интересную тему. Вот это вот неожиданные зазоры пространства свободы, которые у нас существуют между официальными структурами и людьми. Мы очень часто видим отрицательные стороны вот этих вот пространств. В виде коррупции, в виде, так сказать, невозможности пробиться в официальные институты, если у тебя нет связей. В виде даже, в том числе, невозможности изменить систему. Но вот такой необходимый взгляд со стороны, который сказал нам, что, может быть, не все так плохо в этой окружающей нашей действительности. И это был взгляд Райнхарда Крума, политолога, руководителя филиала имени фонда имени Эберта в Москве. Еще даже не поговорили автора первой биографии Исаака Бабеля. Но я думаю, что мы оставим какой-нибудь задел для наших следующих разговоров. Это наша не последняя встреча в эфире. С удовольствием. Так что, Райнхард, спасибо, что пришел сегодня к нам в эту студию. Это была программа «Археология». До встречи на волнах Финам-ФМ.